И снова всем привет! С вами Элиторн, и мы продолжаем прохождение игры Тирании. Теперь, я надеюсь, мы уже засядем за Тиранию более часто, скажем так, потому что прошли мы Baldur's Gate, да, сейчас у меня только одна на прохождении игра, поэтому будем проходить более быстро. А потом, возможно, вернемся к прохождению Baldur's Gate, трон Баала, потому что нужно, пока еще, так сказать, не забыли, пройти уже до конца. Игра, кстати, получила очередное обновление Тирании, это обновление 1.4. Пока еще я толком не читал Ченжлог. Так, ну что ж, мы с вами в прошлой серии, в прошлой серии, попали в новую локацию, это Твердение Часовых, и здесь нам нужно убить Стрейдуса Иродина и положить конец магическим бурям. Справьте Твердение Часовых и узнаете, достаточно ли утихли ветра Кайроса, чтобы туда можно было попасть. Вот, сейчас мы, собственно, только это будем узнавать. Твердение Часовых, я хорошо помню, как на нее обрушился Эдикт. Давайте посмотрим, насколько разрушительными бывают Эдикты. Извините, я не могу. Так, мы видим некого человека, которого зовут Роти-Век. И ров, никогда окружавший Твердение Часовых, давно сдался на милость природы. Островки мокрой грязи среди стоячей воды, вот и все, что от него осталось. И мы нашли еще доспех, тяжелый кожаный доспех. Причем написано, что это легкая броня. Такой вот момент. Давайте, кстати, посмотрим, а что тогда одето на нашей. Так, плюс 0,5 секунды восстановления, но будет больше брони и больше отражения. Знаете, я даже думаю, что лучше ее переодеть. Роти-Век. Разведчик выпрямляется при вашем приближении, ищу я сквозь суровый ветер. Ты? Поддержка, которую отправил Аши? Да, я вершитель судь Птунона. Рад это слышать. Осторожность не бывает чрезмерной. Я полуслеп от этой бури, а вы, представители суда, не всегда выделяетесь среди остальных, без обид. Мы патрулировали внешние стены, но врага все еще не видно. Либо они знают, что сюда лучше не ходить, либо умеют лучше прятаться, чем я считал. Проклятые повстанцы носятся туда-сюда, как ветра. Ты не видел в последнее время кого-нибудь из несломленных? С полмесяца назад, но она быстро убежала, прежде чем мы успели натянуть стрелы. Они очень осторожны, но и коварны тоже. Даже Кайрос не мог предвидеть, что они будут использовать бурю в свою пользу. Нам можно выйти в крепость? По такому ветру? Я бы не рискнул попробовать, даже если бы меня защищало тысяча щитов. По идее, посмотри сам, и ты поймешь. То есть... Ну, давай посмотрим. Сначала только поисследуем. Извините, я не могу. Ничего нет. Да, ветер сильный. Верность увеличивается, Барик. Ничего не изменилось. Это та самая буря, которая раскрошила и несломленных, и опальных. Спасибо, что привел меня сюда, вершитель судеб. Барик смотрит на ветровую стену и огромный ураган окружающей крепости, от которого видны лишь далекие очертания. Стрейдус Иродзин, последний регент Аплота, зруслливо скрывается за стенами замка, и мы не можем добраться до него через эту бурю. Это место вызывает неприятные воспоминания. Ты был в твердыне часовых во время войны? К сожалению, дочь генерала и члены отряда были взяты в плен на втором году войны. Третьему мы выяснили, что она находится в твердыне часовых. Мы знали, что будет провозглашенный дикт, но решили, что стоит рискнуть. Бой затянулся дольше, чем должен был, и мы попали в бурю. Он вздыхает, и с наплечников его доспеха каскадом осыпается песок. В тот день я очнулся заключенным в это проклятое ржавое ведро, и поэтому это место вызывает мысли о незавершенном деле. А скажи мне про регентов. Они были бюрократами и дипломатами, упивающимися своим самомнением. Стрейдус Иродзин меня никогда не впечатлял, но жители Аплота перед ним преклонялись. Похоже, трусость у регентов в крови. Когда ударил эдикт, Стрейдус скрылся в замке и смотрел оттуда, как рассыпается его страна. Будем порядочным, он бы жизнь отдал за свой народ. После бурю практически ничего не осталось? Да, и это неудивительно после года жуткой погоды. Эдикт Бурь Кайроса опустошил некогда могущественное королевство Аплот, практически стерев его с карты. В старой стране почти ничего не осталось, кроме несломленных и их упрямой гордыни. Мне интересно только одно, как нам попасть внутрь? Понятия не имею. У сил, которые сражаются за это королевство, должна быть какая-то идея, иначе бы они не грылись друг с другом за эту свалку. Нам нужно найти кого-нибудь, у кого есть ответы. Атли, слышал это? Будь на чеку вершитель судеб. Осторожно отступив назад, Атли рисует во воздухе руны. Вы улавливаете странный звук среди ветра. Низкий вой, скрытый в какафонии закрученных потоков грязи и металлических осколков. Кажется, что тучи пыли окружают вас. В них вы видите светящиеся красные пятна. Опа, смотрите-ка, намечается дракон. Так, ну что ж, давненько мы не сражались. Так, что у нас тут у нашей Атли есть? Надбрасывающий взрыв. Создает поток, отбрасывающий врагов. Призрачная стрела. Поражает цель разряда могильного света, который вытягивает из них здоровье и передает заклинателям. Электрошок. Оббивает цель огромной молнией, нанося электрические урона и огушает. Цвет могилы. По кадре с эффект все атаки вытягивают здоровье из противников и передают его бойцам отряда. Объятие тератуса. Это комбо-атака. Волшебный снаряд. Вот, это неплохо. Поражает и рикошетит. Я думаю, что мы сейчас его используем. Зов тератуса. Поднимает цель в воздух и швыряет ее на землю, нанося дробящий урон. И могильный удар. Каждый противник, оказавшийся в конусе поражения, взрывается в вспышке могильного света. Враги получают магический урон, а часть их потерянного здоровья переходит к Атли. Так, на фугу тут напали. Давайте спектральное размытие, пускай она используется. Брежь в стене, неплохо. Так, ну давайте посмотрим, что еще мы можем тут сделать полезного. Призрочная стрела. Так, отбросить мы никого не смогли. Ну ладно, давайте. А, свет могилы это тоже, кстати, комбо способности, я что-то не заметил. Фугу начали конкретно зашатывать, к сожалению. Думаю, что ей стоило бы отойти. Ну ладно, пускай она продолжает сражаться. Так, отлично, оглушение прошло. Так, ну здесь мы сейчас сделаем все, что надо. Секущий удар. Давайте ждать. Оу, фугу даже успели накрыть. Погибелей больше нет. Их чудовищные крики утихли, оставив в ушах только рев урагана. Когда облака пыли исчезают, вы замечаете фигуру, которая сидит на стене перед вами. Я вижу фигуру на поверхности этих стены. Погибись с удовольствием. Вместе с пылью ветер яростно швыряет осколки камней и металла. Ну то есть туда мы пойти это, к крайней мере, пока не можем. Но у нас есть, наверное, какой-то... Ага, вот Янаш, смотрите. Солдат присел на колено с заразрушенным парапетом. По надетому на нем снаряжению старого оплота вы понимаете, что это солдат не сломленный. Он смотрит на вас со смесью осторожности и любопытства. Ты довольно неплохо справился с погибелями, но что привело тебя в это забытое всеми место? Он останавливается и в его глазах появляется понимание. Ты не похож на обычного рядового армии Кайроса, но ты и не сына плота. Прищурившись, он оценивает вас и ваше снаряжение. Нет. Ты тот вершитель судеб, который прорвался через гвардию Вендриенов? Думаю, ты найдешь эту ветровую стену более крепким орешком, чем цитадель Гребня. Он усмехается. Я здесь, чтобы убить Стрейдуса и Родина для Грэвена Аши. Страх увеличивается, Барик. Барик, ты очень откровенно говоришь о наших намерениях, вершитель. Но если ты собираешься убить этого мужчину, то думаю, это допустимо. Хотелось бы посмотреть, говорит Янош, как ты попытаешься меня достать, не запыхавшись. Человек в железе. Он осматривает Барика с головы до ног и фыркает. Опальные утратили все остатки своей хваленой чести. Или ты вышел из мусорного смерча? Хотя, знаешь, отвечать не нужно. За пределами твердыни часовых ты найдешь сторонников старого регента. Но будь я проклят, если увижу, как служитель Кайроса закончит работу за нас. Мы уже целый год ждем возможности казнить Стрейдуса. Советую тебе поступить так же, как Буря. Идуть отсюда. Потому что ты не попадешь в крепость. Когда будешь докладывать своему хозяину, скажи ему, что ты бежал от разведчика Яноша с зажатым между ногами хвостом. Почему несломленные ненавидят Стрейду с Иродином? Это бесхребетный старик, который прячется за спинами своих солдат и не обладает ни одним из достоинств, которые он вбивает в других. А, извини, это я про Грэвена Аши говорю. Янош складывает пальцы в грубый жест. Барик, вот бы у меня были силы обрушить эту стену и убить его своими руками. Янош, Иродин это пережиток прошлого, а мы смотрим в будущее. У нас не будет ни малейшей надежды выползти из-под большого пальца Кайроса, пока старый регент наслаждается закатом своей жизни, попивая пыльное вино и скрываясь от войны. Что ты можешь рассказать о регентах? Ты даже не позаботишься узнать, кого ты убивал во время войны, да? Янош качает головой. Регенты были нашей королевской семьей. Они правили старым оплотом, защищали наши границы и собирали наши армии, когда возникала на то необходимость. Местники Кайроса оставили в живых только одного регента, и теперь он также бесполезен, как усы на палке. А, ты знаешь что-нибудь про дочь Грэвена Аши, Амелю? Извини, не расслышал. У меня плохо с именами, а твой голос уносит ветер. Он улыбается вам широкой ехидной улыбкой. Барик. Нахальный подонок, перерезай через эту стену, чтобы я мог выбить из тебя правду. Что тебе известно об Эдикте Бурь? Уверен, не так много, как тебе, Буревестник. Это из-за тебя мы оказались в таком положении. Буря будет продолжаться до тех пор, пока жив Стрейдус и Родин. Видимо, мы оба жаждем остановить сердце старого труса, но я сделаю все возможное, чтобы ты не оказался ближе к крепости часовых, чем сейчас. Фуга, что если я... Ой, я на шаг ближе, еще на один. Ты сделаешь что-то, или просто будешь пялиться на меня со своего уютного гнездышка? Твои кривляния меня не забавляют, Алая Фурия. Можешь хоть танцевать тут, но через ветровую стену тебе не пройти, пока я жив и дышу. Фуга, был момент, когда я начала переживать, что нам придется оставить тебя в живых, но ты меня успокоил. Что здесь делают по гибели? Разве ты ничего не знаешь? По гибели привлекает магия Кайроса. Они всегда кружат вокруг нее, словно мухи над трупом. Весь этот регион заражен вонью владыки, а больше всего ее в этой ветровой стене возле нас. Остерегайся их когтей, видшитель судеб. Говорят, что когда по гибели хватает тебя, то уже ни за что не отпустят. Как мне попасть в сердце нечасовых? А ты попробуй броситься в ветровую стену. Сделай несколько шагов и посмотри, как быстро ветер оставит от тебя один скелет. Я бы с удовольствием остался и поболтал, но пора сообщить о тебе, моему начальнику. Увидимся, вершитель судеб. Хотя ты можешь меня и не увидеть. Он пригибается за парапетом и исчезает в темноте. Будем. Ративек. Будь проклят этот горделивый и гнусный южанин. Ративек сплевывает. Несломленные знают местность лучше нас и используют каждую возможность, чтобы этим похвастать. Что этот разведчик вообще здесь делал? Смотри, на стене труп. Может стоит рассмотреть его получше? Отсюда плохо видно, но мне кажется, что на нем цвета опальных. Давайте посмотрим. Сначала опада обыщем сундук. Так, что у нас тут? Гранат это камень. Фрукты. Сырое мясо. Труп бойца почетных стражей. Боевой штандарт Амелии. Похоже, что это обрывок боевого знамения Амелии, дочери Архонта Войны. Его обнаружили в твердении часовых. Это подтверждает, что она была в замке, когда Эдик Буря брушился на Атлод. Так, хорошо. Будем иметь в виду. Тело лежит здесь в течение длительного времени, и ветер давно стер всю плоть с костей. В одну из рукавиц засунут в клочок узнаваемого боевого знамени. Барик. Это же фамильный герб генерала. Значит, Амелия и ее почетная стража прошли здесь. Кажется, что с тех пор, как мы шли на твердение часовых, прошла целая вечность. По крайней мере, это доказательство того, что мы на верном пути. И очень близко. Может быть, девчонка еще жива. Он смотрит на ветровую стену с сожалению. Расскажи мне про Амелию. Ративек. Она всегда была своевольной. В этом отношении пошла в отца. Еще она требовала, чтобы легион обращался с ней, как с простым солдатом, когда это возможно. Хотя на самом деле она была далеко не простой и совсем не заурядной. Она не архонт, как Аши, но отлично обращается с мечом и со своими войсками тоже. Я тренировался с ней возле города Бастарда и чуть не потерял ухо. Почему ты думаешь, что она жива? Барик. Покровительство Аши поддержит ее, так что она может выдержать то, от чего любой другой погиб бы. Мне не очень хочется думать, что ей пришлось вынести в плену, но мы можем помочь ей оставить это в прошлом. Ративек. Опальные крепкие ребята. Молотом по черепу, мечом в живот, стрела в позвоночник. Нас нелегко свалить с ног. Мы можем идти днями, даже не земнув. Мало в чем я уверен, но уж это я знаю точно. Дочь Грейвена Аши может выжить в любой тюрьме. Итак, какими будут следующие действия? Функт Сумеречный Бастион теперь отображается на карте мира. Барик. Аши велел нам восстановить порядок в регионе, но нам нужно узнать о его дочери как можно больше. Я слышал о форте Несломленных под названием Сумеречный Бастион. Один из наших солдат сидит там в плену примерно с тех пор, когда пропал отряд Амелии. Бьюсь об заклад, если мы пробьем защиту Несломленных, то сможем узнать больше об ее местонахождении. Барик прав, говорит Ротивик. Они взяли Калиаса в плен. Вероятно, это один из каменных щитов, который сопровождал Амелию. Ты должен связаться с Осмиасом, командиром, отвечающим за взятие Сумеречного Бастиона. Уверен, ему будет кстати помощь Вершителя. Продолжай свой путь, а я запутаю следы и доложу Аши. Это подбодрит старика, да? Так, хорошо. И здесь еще что-то. Легкие кожаные перчатки. Больше отражения, меньше восстановления, больше меткости. Ладно. А у нас вообще перчатки на всех есть? Да. Так, ну, здесь я не знаю, больше отражения. Но меньше восстановления. Ладно, пока не будем брать. В смысле, одевать. Так, ну что ж. Никуда пройти нельзя. Некогда донжон твердыни часовых гордо возвышался над этой местностью. Теперь он лишь тень своей пылой славы. Ну, кстати, мы еще не собрались по гибели и лут. А тут лут есть. Камешки драгоценные. Сущность по гибели. Плюс 6 к броне. Магический урон в течение 120 секунд. Так. Неплохо. Ладно. Отправляемся, я так понимаю, в другую локацию. Камешки драгоценные. Мы находимся в твердлении часовых, а вот рядом есть сумеречный бастион. Вот еще, я помню, кто-то советовал научиться лечению у нашего... У нашего, этого, как его, книгачей, я помню, вчера. Книгачей, как называется, я не помню точно. Давайте попробуем. Два дня, 20 часов. Можно ли этому научиться, во-первых. По крайней мере, посмотрим, как это все происходит. Продолжение следует... По крайней мере, теоретически, я должен наблюдать историю, а не вляпываться в нее. Но все равно, это самое острое ощущение в жизни. Редко удается оказаться так близко к моменту сотворения великого. Если выбирать между коллективным разумом улья предателей и неприветливостью старого солдата, выбор брюзги покажется мудрым. Это так же очевидно, как и то, какой Архонт действительно верен Кайрусу. Так, я должен спросить, ты планируешь стать на чью-то сторону в Гражданской войне, или у тебя свои планы? Я слуга Архонта Правосудия, ничего особо не изменилось. Сознанием дела сказано, долг Тунуона разрешать все вопросы между Архонтами, и таким образом спор между Ашей и Нератом попадает под его юрисдикцию. А ты оказался в самой гуще конфликта. Нет сомнений, Адюдикатор будет полагаться на тебя, чтобы добраться до истины. Независимо от того, что ты будешь делать дальше, учти, что на себя будет устремлено множество глаз. Потому что именно ты оглашал и рушил эдикты владыки. И последние вообще немногие могут осознать. Ты исключение, которое Архонты не могут себе позволить игнорировать. Вероятно, они попробуют починить тебя или уничтожить. Ты когда-нибудь раньше слышал о разрушении эдиктов? Большинство эдиктов Кайроса были сформулированы таким образом, чтобы завершиться так, как пожелает владыка. В противном случае они бы длились вечно. Не сказать, чтобы эдикты вообще никогда не разрушались, но это редкое событие. Самый ранний, думаю, надо считать ситуацию с Голбрайтом и эдиктом Отчаяния, которая датируется 110-м годом. И кроме твоих дел, был еще эдикт скрученных трав в 380-м году. Во всех этих историях, эдикт Кайроса дает жертвам единственный путь к спасению. Но кто-то его обходит. А вот чего никогда не бывало, так это чистого преодоления эдикта. Например, как если бы использовать заклинания защиты или подавления. Так, есть все время. Давай продолжим разговор. Давай обсудим текущие дела. Как я могу помочь? Я ничего не могу, если не соми-релиаблый фонт знания. Книга Чири Так, получается, как-то научиться Акчу сервис Да, яeth Так, давайте так попробуем. Так, а теперь пойдем. Он, кстати, уровень можно ему поднять. Так. Подождите, где магия была? Что-то я потерялся. Включи выражение, вот оно. Так. Ага, вы не можете просматривать или изменять заклинания, исцеляющие касания, пока не выучите сигил жизни. Сигил иллюзии. Специальное разметио, мы их не знаем уже. Что вы нужны? Конечно. Я вернусь к нам быстро. Все. Поехали. 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 Мы едем в Сумеречный Бастион. Главное, карта даже под время суток, как заметили, меняется. В зависимости от путешествия. Да, если путешествие несколько дней занимает. Поехали. 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 Итак, мы прибыли. Пока никого не видно. Ага, вот и бегун полумесяца. Как видишь, Сумеречный Бастион закрыт для таких, как мы. Иначе я бы укрылся там от бури. Разведчик опальных пытается разглядеть ваше лицо. А потом его глаза широко раскрываются от осознания. А, вершитель судеб Тунона. Командор Осмиас предупредил меня, что у нас будут гости. Но я не ожидал, что это будет представитель вершины пищевой цепочки. Он жестом приглашает следовать за собой. Наш отряд собирает силу на востоке для взятия Сумеречного Бастиона. Прошу за мной. Он поднимает ошеломленный взгляд на Барика. Я еще не видел такого большого каменного щита. Как ты передвигаешься в такой броне? Барик, с большим трудом, но я должен двигаться, чтобы сдержать ржавчину. Мои икры раздулись до размера поросят. Страж трясет головой, чтобы отбросить эту мысль и снова обращает внимание на вас. Что это за Сумеречный Бастион? Всю войну несломленные защищали этот форт от сил Кайроса. Может, с виду он и не казистый, но ребятам за этими стенами силы духа не занимать. Даже буря их не сломила. Я знаю, что сказал бы командир, что южанин слишком дремучий, чтобы стереть песок со своих глаз. Но несломленные использовали бурю против нас и, ну, это достойно уважения. Что вам приказано здесь сделать? Мы сделаем то, что Железный Легион Кайроса делает лучше всего. Возьмем форт, а всех, кто будет мешать, казним. Наш командир любит простые приказы. Осмиус упомянул что-то про пленника Севера, которого держат в стенах Сумеречного Бастиона. Но больше сказать ничего не могу. Меня отправили на разведку, а не на спасение. Расскажи мне об Осмиусе. Он участвовал в компании во плоти с самого ее начала, поэтому знает страну как внутренности своего шлема, что очень впечатляет, если учесть, что Эдик все спутал. Я бы пошел за ним куда угодно. Видимо, даже глаз були. Идем. А может быть это не он, ребята? Может это переодетый какой-то чувак? Нет, Осмиус, смотрите. Команда рапальных носит доспех на широких плечах и держится так, будто прекрасно об этом знает. Осминс, 32-й легион. Рад, что ты присоединился к нам. Даже так близко от железного очага нам потребуется вся возможная помощь. Нахмурившись, он смотрит на Барика. Как вижу, до сих пор не можешь выбраться. Как тебе там, солдат? Барик, мало того, что через это упрямое ведро очень непросто просунуть еду, так я еще нарастил несколько сот фунтов железа и мускулов за последний год и воняю, словно открытая братская могила под солнцем. Но настроение у меня боевое. Он кивает Осминс. 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 Солдат, чтобы выступить против несломленных понадобится больше, чем просто словесное оскорбление. Я помогу вам со своими тактиками и опытом. Благосклонность увеличивается. И мы всегда рады и тому и другому. Несломленные не лишены гордыни. Но более опытные ветераны на нашей стороне это именно то, что нужно, чтобы подать урок этим южанским детишкам. День и ночь мои силы бросались на эти стены, но даже у неутомимых опальных есть свои пределы. Боюсь мы выведены из строя, пока защита Аши не снимет боль и не стянет наши раны. А ты выглядишь достаточно бодро. Может поможешь нам вызволить Калиаса и ослабить несломленных, чтобы мы могли их добить? Что скажешь? Мне нужны ответы, не трупа. Убийство несломленных вряд ли мне поможет. Редко я встречаю проявление сдержанности. И вот, пожалуйста. В таком случае, думаю, ты можешь пролить немного крови, не лишаясь из-за этого сна. Прежде чем ты сильно обрадуешься, твое задание проникнуть на базу под покровом ночь и вытащить оттуда пленника. Тебя никто не должен заметить. Если я не узнаю, что ты там, то ты будешь сам по себе. Калиас хороший солдат, и он был в руках несломленных так долго, что никому такого не пожелаешь. Ты можешь подумать, что это просто один из каменных щитов, но Аша очень ценит жизнь своих солдат. Поэтому нам нужно считать попытку спасения таким же важным заданием, как и взятие сумеречного бастиона. В периметре есть несколько слабых мест, через которые ты сможешь проскользнуть. Когда выпустишь Калиаса, открой передние ворота изнутри. Он сверкает зубастой улыбкой. Мы заполоним крепость и быстро разделаемся с солдатами Агатона. Готов начинать? Я нашел свидетельство того, что дочь Аша проходила утвердение часовых. Может, Калиас знает больше об ее исчезновении? Амелия? Осмис выпрямляется. Клянусь севером, я и подумать не мог, что кто-то из ее отряда выжил в плену. Если Калиасу удалось сохранить свой разум, то вполне возможно, он сможет нам что-то рассказать. Прошло уже немало времени с тех пор, как я позволял себе такой оптимизм. Если Калиас путешествовал с дочерью Аши, то у нас будет шанс забрать ее обратно у негодяев с юга. Как сумеречный бастион выстоял так долго против твоих войск? Он хмурит брови и оглядывается по сторонам. Не хотелось бы подвергать сомнению решения великого генерала или его командования, но у нас слишком много работы и слишком мало людей. До тех пор, пока форт не будет в наших руках, мы не получим никаких припасов, а не сломленные организовали защиту с учетом долгой осады. Во время завоевания мы прорывались через ряды защитников оплота, как сквозь гнилые штакетники, но эти не сломленные сильно отличаются от своих земляков. Поражение в войне вдруг дало им что-то, вокруг чего можно объединиться. Не хочу сказать, что мы их недооценили, но... Он пожимает плечами и замолкает. Что ты знаешь о несломленных? Банда ярусников, возомнивших себя благородными. Уверен, они мечтают стать такими же прославленными и избранными, как опальные. К сожалению для них, им суждено лишь погибнуть от нашей руки или сдаться нам и заняться тяжелым трудом. Они собрались вокруг типа по имени Матиас, худородного командора оплота, имевшего некоторый успех. Он улыбается немного озадаченно. Как ни странно, не сломленное и традиционное правительство, род известный как регенты, недолюбливают друг друга. Учитывая такой раскол в их рядах, я даже не знаю, каким образом они надеются победить. Что случилось с Америей на войне? Хотел бы я тебе сказать, если ты говоришь правду, а у меня нет причин считать иначе, то Калиас сможет рассказать нам больше о том, что случилось с ней и где она оказалась. Мы отправили несколько групп солдат, чтобы спасти ее отряд, но нам пришлось отступить, когда ударил Эдикбур. Путешествия по региону стали зависеть больше от удачи, чем их планирование. Уверен, Аша извел себя, беспокоясь о безопасности своей дочери. Барик, я тоже переживал. Этот вопрос меня беспокоил, даже когда мы шли спасать ее отряд. Он и сейчас меня беспокоит. Кайрос провозгласил Эдикбур, даже несмотря на то, что пропала дочь Аша. При всем уважении, дочь Аша для владыки значит меньше помятого кубка. Кайрос выше таких проблем и ни на секунду не задумается, чтобы позаботиться о безопасности девочки, не говоря уже о моей или твоей. Кроме того, великий генерал знал о рисках, которые, когда отправлял свою дочь в бой, он бы не позволил своим чувствам поставить под угрозу военную операцию. Так, я готов, считаю, что сумречный бастион наш. Хотя нет, давайте, мне нужно еще много времени, я буду готов. Что ж, не затягивай, у несмомленных и так предостаточно преимуществ в регионе, нельзя терять время. Хорошо, давайте походим тут, поищем что-нибудь по кругу. Точильный камень, там уже был у нас такой. Так, смотрите. Я не говорю, что это стоит второго взгляда. Лук, тропорос, давайте сюда. Припасы нам, по идее, не нужны. Слабое зверье исцеления пускай будет. И сильное зверье исцеления. Отлично. Давайте посмотрим на лук. Сравним его с тем, что у нас есть. Ага, у него есть отрава, а так он такой же. Отрава. При критическом попадании оружием, противники выносливость. Отравление в течение 8-2 секунд. Я вижу тебя там. Извините, я не могу. Так, давайте сохранимся. Точнее, L6 у нас сохранение. Да, сложно возвращаться к игре после долгого отсутствия. Так, вот одно слабое место. Но я так понимаю, что нам нужно скрытно проникнуть. Это, конечно, интересно. Потому что... Каким образом мы рассчитываем это сделать? То есть мы будем переодеваться или что-то такое? Даже во время боя разрушительных... Даже во время разрушительных ржавых бурь, не сломленные, на удивление, хорошо стреляли из лука. Стреляли. Хорошее замечание. Так, мы видим открытую дверку. Да, лагерь не такой, не маленький. Ну, мы не будем пытаться войти и стучать в главное. Небесный клинок. Извините, я не могу. Так, ладно. Мы возвращаемся к ребятам. Я думаю, мы готовы. Тебе уже известно все, что нужно. Пробраться в форт, спасти Калиас и открыть ворота изнутри. Этому плану не хватает одной составляющей тебя. Я готов. А мы полны энтузиазма, да? Хорошо. Осминус похлопывает вас по плечу. Делай свой ход, как только стемнеет. Помни, что тебе нужно действовать скрытно и найти Калиаса. Мы подождем, пока ты откроешь ворота изнутри. Но до этого помочь тебе не сможем. Удачная охота. Где мы оказались? А, мы там же оказались. Это вот где можно зайти, видите? Давайте попробуем проломать вот здесь вот. Мне нравится это место. Там, вроде как, у основного входа не очень круто входить. Ну, я так понимаю, что мы, конечно же, сможем просто повоевать. То есть, просто силой взять. Ну, попробуем стелси. Ослабленная стена укрепления. Сбить стену. Опа, есть такое дело. Смотрите, какой-то солдат. Он пока нас не видит. Мы тут пороемся немножко. Бронзовые наручи. Возвращаемся. Так. Продолжаем краситься. Это капитан, видите? Так, рыба. Ага, так, кто-то ходит. Пара людей. Так, здесь мы... Отсюда мы не можем так пройти туда, да? Сейчас здесь все заставлено, заставлено. Нам нужно обходить. Так, вообще, знаете, ребят, наверное, я пойду кем-то одним. Скрытность... Как скилла у нас нет, я так понимаю. Да, получается, нету. Это, подождите, хитроумие. Да, есть хитроумие. Так, 54, 42. Ну, берем нашу фугу. И одной фугой сейчас мы пойдем путешествовать. Здесь ребят достаточно ходят. Не случилось. Так. Короче, ребята, по-моему, сейчас будет все плохо. Так. Надо было туда не идти. Ладно. Не получилось. Поехали. Вылевать. Ах! 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 Так, Фуге нужно срочно уходить. Не пошла. Я зада.. Задавили просто. Ах! 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 Вы это видели, да? Правильно. Правильно. так подожди почему могила как вообще работает могила надо еще раз почитать пока длится эффект все в атаке вытягивают здоровье из противника ну вот один раз за бой можно использовать способность а 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 Я не могу это сделать. Правильно! Все, мы справились с ним. Фуга, вставай. Кожаные сапоги искателей. Защита плюс 3. У сапогов Алых Фурий. А так они одинаковые. Ладно. Фуга встала. Теперь нужно подождать, пока она немножко отдохнет. В общем, получается, здесь несколько, как бы, лагерей, да, и мы можем спокойно пробираться между ними. Смотрите, вот сейчас мы в другую часть попадем. Здесь всего двое, ребят. А давайте, наверное, сразу с ними бой начнем. Чего там уже томить. Небесный клинок. Громзовое оружие носос. Громзовое оружие. Громзовое оружие. В последние силы не исчезает. Балкет! Громзовое оружие. Громзовое оружие. Громзовое оружие. Громзовое оружие! Кlicazione! он здесь можно проломать лично посмотрите-ка противник time to light my step техник сколько он тут сколько их тут точнее один минимум вес на клинок он просто тренируется давайте с ним разберемся так во-первых раз 2 и гад и его сими камень так шляпа торговца пускай будет у нас помню всех еще вообще есть голова точнее на голове что-то или уже у всех нету всех есть ладно продадим так мы продолжаем обыскивать лагерь я-то понимаю что в принципе мы можем открыть ворота и наши ребятки кстати мы наверно так сейчас и сделаем вот а потом уже спасем его от ворота так ладно снимаем покров раз два так один готов теперь фуга у нас идет к следующему давайте смерть небес сделаем смерть с небес вообще изумительно теперь давайте вот так сделаем следующий отлично сломали яс самое забавное что они как-то вообще странно вот стоит как это делора и и ну никто вообще не пытается нас атаковать то есть они что не слышит как в двух шагах происходит какой-то бой очень странно так больше отражение меньше брони вот это вот сюда можно в принципе кожаные сапоги искателей с сапогами ордынцев никакое никакого различия не имеют доспех не сломленных доспех не сломленных давайте доспех не сломленных сюда посмотрим больше брони больше рубящий и дробящий меньше отколющего огненного кстати неплохо так кожаные доза в эти кожаные сапоги искателей с сапогами ордынцев никакое никакого различия не имеют давайте их сразу туда загрузим сломанный дротик так как открывать двери делору нужно убить что ли получается ну давайте и грохнем у нас стоит вообще ничего не делаешь они видят где мы находимся что я на хотел с нами поговорить что-то вообще непонятно за какой-то глюк да но она как вас конечно серьезно действует вот она наконец-то начал драться с нами смотрите главного персонажа почти добили так это плохо нет да 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 о да 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 это все мы ее убили Нашли на ней какой-то ручный топор Бронзовую, еще чего-то там Схематично обозначенные на карте путей снабжения вьются по искореженным землям, бывшим некогда королевством оплот Ах, понял Мы не можем сделать это Я не поведусь на какой-то дешевый трюк не сломленных Этой пародии на спасение ты меня говорить не заставишь Барри Каляс Барри качает головой Бедняга обезумел от заточения и пыток Я видел такое, но что бы это произошло с хорошим северянином Соберись солдат Что-то в вашем тоне его останавливает И он с опаской отпускает вас Извини, из-за этих крыс с юга Мне через многое пришлось пройти со второго года завоевания Я уже не такой доверчивый как был раньше Почетный страж потеряет кисть Потирает кисть и смотрит на вас с уважением Форд все еще под контролем не сломленных А я не в форме, чтобы прорваться наружу Насколько я понимаю, за стенами ждут другие солдаты Если ты откроешь ворота изнутри, то сюда смогут попасть подкрепление И мы получим долгожданный шанс Хорошо, я открою ворота Постарайся не умереть там Я так долго не выходил за эти вонючие стены, что не хочу терять этой возможности А он типа останется пока здесь, я так понимаю, да? Ну ладно Так, ну что ж Я думаю, что мы сейчас с вами дойдем до ворот И на этом пока серию данную закончим Да, вот появился значок на воротах, все в порядке Вот В принципе мы сегодня неплохо продвинулись В принципе и поговорить успели Да, ну вот единственное, что не совсем понятно Что с этой женщиной, да? Почему она так долго тупила Вот Может быть Все-таки мы могли это как-то мирно разрешить Но я сомневаюсь, честно говоря Ну Не знаю, может быть вы знаете, как вы проходили данное место То есть Делора Убивали ли вы ее, либо с ней разговаривали То есть может быть просто из-за того, что я нанес ей удар первым Да, до разговора она меня не видела Может быть из-за этого у нас так и получилось Ну что ж На сегодня это все С вами был Реторн Спасибо за просмотры Пишите комментарии, оставляйте отзывы Задавайте вопросы И до следующей серии, ребят